Должен ли он оставаться дальше и работать в Симак? Ты считаешь, что Еврокубки нахер не нужны? Юрий Павлович взрослый мужчина уже. Ну, дедушка он, конечно. Кто не хочет манять? Нет, ребят, нет таких людей. Те люди, которые смеялись, да, над Карпином, как собачка, да, которая в машине? Которые смеялись над Карпином в тот момент, вот могут сейчас посмеяться над Спартаком. Мы, кстати, на Спарр24 делаем интервью в сторону скорость. Нужно меньше камер. Всем привет, новая серия подкаста специально для вас, для Спарр24 в студии Нобеля Рустамян и ведущий, или соведущий Максим Алмазаров. Представим гостя нашего. Да, всем привет, Гаррд Дмитриев сегодня у нас, бывший резидент камеди, бывший, да, экс-резидент камеди? Что случилось? Все, сейчас сам я, дальше сам. Да? Угу. Круто. Да, нужно сказать, Нобель, что все подписывались на всех платформах, известных на наш подкаст, слушали, смотрели, ютубы, колокольчики, подписки, и все вот это то, что сейчас модно. Ты модный парень, поэтому все эти слова знаешь. Ну, конечно. Ну что, Зенит вылетел из, отовсюду, откуда можно, кроме чемпионата России, из которого сложно вылететь. Проиграл Бенфике. Леон совершил чудо и сыграл в ничью, да? Сыграл в ничью 2-2. Гар, за кого ты болеешь? За локомотив. А, за локомотив, понятно. Мы сейчас перед эфиром сидели с Гаром, и он говорил, вчера смотрит Юрий Павлович Инстаграм, давай вот это вот. Да, они сейчас 4-0 Арсеналу там, да, ударился Лука, и вот все, никуда ни в Европу, ни в чемпионов дальше не выйдет. И они у них, у Юрия Павловича Инстаграма, они там все веселые стоят. Не, ну это вообще не связано. Серьезно? Ну, конечно. На настроение, по-твоему, это не влияет? Послушай, во-первых, это было поражение в пятницу. Вчера они, я помню, о чем ты говоришь, они провели тренировку на базе Реала и выложили фотографию тренерский штаб, что там такого, я просто не вижу. Сейчас болельщики реагируют, как видишь, болельщики. Не, я говорю, почему они в хорошем настроении? Ну, то есть вот это, то есть... Подожди, а как ты хочешь, чтобы какая-то была фотография, чтобы у него так стояли, типа... Ну, не знаю, средне счастливы, чтобы они были. А? Средне счастливы. Как у тебя счастье? Средне счастливы? Как у тебя меряется счастье? Расскажи мне о твоей шкале счастья. Ну, как? Средне счастливы, это когда, ну, как бы, ты вроде как говном и не был-то, ну, и кубок, ну, как Тоттенхемп. То есть тоже. Да, вот такое. Ну, то есть они так стоят, как будто все, как будто вот их покормили. Не знаю, мне не очень понравилось. Да нормально, я видел, как в порядке. По Зениту. Ну, это катастрофа, потому что четвертое место в группе, когда ты бываешь в первой корзине. Ну, хотя, собственно, то же самое было с Локомотивом в прошлом году. И в позапрошлом с ЦСКА, с не ошиблась, или когда ЦСКА был чемпионом. Позапрошлом? Нет, позапрошлом был Спартак. Два раза. Да. Я имею в виду, когда ты в первой корзине, когда ты в первой корзине сеешься, ты, грубо говоря, имеешь некое преимущество. И с самыми сильными командами на этой игре. Да. И Зенит четвертый. В прошлом году был Локомотив четвертый. Спартак был, по-моему, третьим в своей группе. Когда они играли в Цвилии третьим. А до этого 16-м был чемпионом ЦСКА, и ЦСКА тоже, по-моему, был четвертым. Или третьим. Ну, неважно. Я к тому, что все очень печально, все очень грустно. И это реалии нашего футбола. Не надо от них прятаться, если я не ошибаюсь. Уже года два или три, в том числе в разговорах с тобой, я говорил, что наш футбол идет вниз. Вниз? Ты говорил, нет, это не так. Я говорил, вниз. Ты говорил, нет, это не так. Ну, ты видишь, что происходит? Да, вниз идет вниз. Не помню, что бы говорил, но если говорил, то признаю, что ошибался. Да. Да, идет вниз абсолютно. Два вопроса возникло после вчерашнего Зенита. Это по Симаку должен ли он оставаться дальше и работать в Симак. И Аршавин выступил с речью по осень-весна. Ну, это мы осень-весна попозже обсудим. По Симаку должен Симак тренировать? Зенит не должен? Нет, во-первых, на данный момент разговор не актуален, потому что смысл сейчас его снимать, когда команда еще не доиграла сезон. Но если босс и Зенита хотят более масштабно смотреть на историю, не просто на то, что как-то сыграли неудачно, а вот смотреть масштабно, то, наверное, есть повод просто подумать о том, правильно ли команда развивается, правильно ли двигается. И здесь, собственно, главный момент, но я не думаю, что у Симака есть проблемы. Хотя с ним контракт не продлен еще, насколько я понимаю, он еще официально не продлен. Но я думаю, что вера в него, симпатия к нему остается, тем более на российский тренер. Зенит намучился с иностранными тренерами. Ну, у нас же неудача в Лиге Чемпионов, у нас же не суперклубы, которых тренеров могут уволить. Даже Зенит считает себя суперклубом. Ну, слушай, Зенит может считать что угодно, понимаешь? Но Зенит себе стадион построил за Ярд. Не, ну как это связано? Вверху строил не Зенит стадион? Это прям все документы как будто. Слушай, ну нет, если ты говоришь... Да, Газпром строил. Но сколько отрыв у Зенита второго места сейчас? 12? 8 очков, там были 9. 9, по-моему. Ну, вот Зенит уверенно первое место занимает, поэтому никого, конечно, его не уволят. Стоп, подожди. То есть ты считаешь, что Еврокубки нахер не нужны, да? Нет. Я считаю, что за это не увольняют у нас в стране. Ну, обосрались в Лиге Чемпионов. Ну, бывает такое. Кто? Вот они говорят, ребята, кто не обсирался? Все сказали, мы все обсирались. Отлично, все. В Чемпионат России работает, работает все, игра. Игра Зенита. Вон Анчелоти вышел дальше в Лиге Чемпионов. Там, я так понимаю, в Чемпионате Италии... Да, 7 место. Все очень плохо, у них 7 матчей без побед, и поэтому это решение было принято. До матча, кстати говоря, с Генком было решение принято. Но я бы отметил, конечно, Гаттуза. Слушай, вот до Гаттуза, ну, для меня это стало... Во-первых, это твой друг. Ты его поздравил уже? Ну, вот сейчас могу написать сообщение. Давай, напиши, чтобы он ответил нам сейчас прям сюда, и мы почитали. Гаттуза же... Наполе же старается играть, типа, в атакующий футбол, там, в тотальный футбол и все такое. Гаттуза же это не такой третий. Гаттуза нормальный в этом плане. Он в этом плане нормальный, да? В Милане просто я так, ну, я не слежу, не могу сказать, давай ты нам скажи. Ну, что, в Милане... Почему он ушел из Милана? Да, потому что, когда он пришел к руководству, он мне это лично рассказал историю. Он говорил, слушайте, он не то, что его уволили или он ушел, они расстались полюбовно. Это он принял решение сам уйти, он даже не получил неустойку. Он сказал, ребят, вот мы одну очко отстали от Лиги чемпионов, от четвертого места на Милан с Гаттуза. Он сказал, ребят, чтобы мы были в четверке и вообще играли в Лиге чемпионов, хорошо, нам нужно купить трех опытных футболистов, потому что у нас молодая команда, но мы уже три опытных. Не суперзвезд там за 56, а просто трех футболистов, которым 28-30 лет, которые стоят по рынку там 25-30 миллионов. Ну, это очень важно, потому что команда взрослела. Мы сказали, нет, дружище, ты знаешь, у нас владельцы фонд Эллиот немножко по другому виду развития. Мы, по-моему, молодых игроков, их развиваем и продаем. Ну, такая стратегия у компании Эллиот, владельца Милана. Тот Рино сказал, нет, спасибо, наши пути на этом расходятся. Поэтому такой был уход из Милана. В Милане, конечно, не было какого-то феноменального футбола, но в целом Милан играл явно лучше, чем играет нынешний Милан. Так что Милан в жопе уже лет... Нет, ну, в прошлом году нормально играл. Не очень удачный, но в прошлом году он был лучше, чем в этом году, это точно. А Наполи, видишь, какой у него агент Джордж Мендеш у Рино, у Гатуза? Потому что у него были варианты по ходу сезона Самбдория, Генуа, Дженуа. И, насколько я понимаю, всегда говорил ему Мендеш, не торопись, не торопись. Зачем ты пойдешь в Самбдорию бороться за выживание? Спартак. Спартак не был, конечно, не был. Не был вариантов, когда он приезжал сюда. Да не было никаких вариантов в России. Он просто приезжал? Да, просто. К тебе. Ну, не ко мне, но в целом приезжал. Мы были с ним в Краснодаре, кстати говоря, на матче с Тульским Арсеналом. И видишь, Мендеш сказал, не торопись, мы найдем тебе хороший вариант. Ты как бы не дергайся. И в итоге нашел. Сейчас Дженаро сыграет в плей-флиге чемпионов. Круто. Отличает Юрий Павлович. У Юрия Павловича, кстати, тоже контракт кончается летом. Да. И вот это будет вопрос. Ты как болельщик, как мотивы, как считаешь, это нужно что-то поменять уже? Пора ли что-то поменять? Или пусть вот Юрий Павлович пока тянет, он вот и тянет? Слушай, ну, сложно говорить. Юрий Павлович взрослый мужчина уже. Ну, дедушка он, конечно. Ему все это тяжело. Я, например, с Миранчуком дружу, с Антоном. И много есть таких историй. Он вообще тяжело переносит все вот эти, знаешь, это и поражение, там, какие-то неудачи, которые не по его вине. Он вообще психологически, у него уже большая психологическая работа. И для него уже это все сложнее и сложнее. Конечно, если брать статистику, наверное, лучше, чем Павлович. Точнее, точно. Никто Локомотив не тренировал никогда. Ну, это факт. Тут не надо ничего придумывать. Это факт, да. И почему так происходит, никто не знает. Только, видимо, у Павловича есть какой-то секрет, я не знаю. Но, наверное, я думаю, что, наверное, максимум еще один сезон будет, если не уйдет сейчас. Ну, а кого вместо него поставить, тоже непонятно. Почему еще один сезон? Почему ты отдаешь ему такой срок? Я думаю, что ему, я же говорю, что ему тяжелее. Я говорю, что ему тяжело уже все это. Ну, я с ним общаюсь, Юрий Павлович, ему ничем не тяжело. Он с удовольствием работает. Он готов все работать несколько лет. Ну, может быть, не знаю. Вот у меня почему-то такое... Из разговоров с ним я ни разу не слышал версии, что что-то я подустал. Ну, Нобель, ну тебе никто так не скажет, что я подустал. Не может видно, может быть. Просто по атмосфере, потому что футболисты, там, ребята с лохо говорят, что, вот говорю, вот он, психологически тяжело он переносит все вот это. Потому что есть, ну вот, оба матча с Ювентусов, для него это был вообще мега-стресс. Потому что вот очки, вот они, да, и тут их нет. Нет, это другой звонок. Вот, поэтому я бы хотел, если ты меня спросишь, я бы хотел, чтобы он тренировал как можно больше, как можно больше он был здоров и счастлив и продуктивен, понимаешь? Но, наверное, ну, может быть, останется... Вообще, локомотив, наверное, сильно изменится, да, в следующем случае? Ну, смотри, у Чёрлука контракт заканчивается. Я не думаю, что он предложит, ну, контракт с такими же условиями. Юрий Павлович будет настаивать на продлении, мне кажется. Нет, возможно, и продлят. Я к тому, что у него сейчас зарплата одна из самых высоких вообще в лиге, 4 миллиона евро. Я думаю, что столько ему уже не даст локомотив, тем более ему 34 года или сколько? 30, ну, около того. Больше 30. Да нет, кто больше 30, ему 34, да, 34. Что такое? Больше 30, блядь. Не, ну, может быть, скажем, больше 20. В таком случае. Больше 15, да. Попадешь. Я думаю, что вопросы остаются по отъезду Миранчуков, Миранчука, уж точно, Алексея. Поедет, не поедет, в Европу, куда и так далее, остается вопрос открытым. Я думаю, что будет вопрос по нападению, да, потому что локомотиву нужен нападающий забил, но, как они сами говорят. Смолов все закончил, блядь, с футболом? Почему закончил с футболом? Не знаю, я вообще не вижу его, не слышу последний. Ну, там у него была микротравма, потом еще там сидит. Ну, потом еще сидит на лавке. Ну, что, ну, все, он еще полтора года назад, Смолов у нас был главной надеждой российского футбола. Ну, таков российский футбол, непредсказуемый. Да, да, да. Ну, что, он все, он не выйдет на свой уровень, или что, ему опять в Урал надо ехать? Да нет, я не думаю, что на свой уровень не выйдет, я думаю, что у него есть прекрасные шансы выйти на свой уровень. Просто Смолов, чем меньше от него ждут, тем лучше он играет. Так было в Урале, так было в Краснодаре в целом. Как только он становится примой, или от него большие ожидания, так было в Динамо, помнишь, когда он только появился, так в целом было, наверное, в Анжи, когда он в Анжи перешел, молодая звезда, и в Локомотиве. То ли давление, или в сборной, как вот на Чемпионате мира, то ли давление, то ли что еще, ну, можно не справляться. Может быть, ему нужно больше времени, хотя он уже второй год в Локомотиве, второй сезон, да, и действительно ждали большего. Ждали прямо, что он будет, вау, лучший бомбардир команды, лиги, не происходит. Может быть, надо еще чуть-чуть подождать. Но Локомотив в целом, да, будет меняться, но мне кажется, наш разговор сейчас немножко неактуален в плане вот таких масштабных тем, то, что Макс отрагивает. Потому что сейчас все равно межсезонье. Ну да, да, да. Между кругами, да, не межсезонье, а между кругами. Потому что, в любом случае, по Локомотиву решили, ну, допустим, Локомотив будет снова вторым. Кто уволит Юрия Павловича? Никто. Кто с ним контракт не продлит? Никто, никто. Ну, отвечай. Или, например, Зенит выиграет чемпионат России. Ну, кто вообще подумает о том, чтобы убрать Симака? Никто. Поэтому сейчас все твои масштабные планы, Локомотив будет другим, возможно, будет другим, но не сейчас, а летом, если будут какие-то понятные результаты. Сейчас я бы поговорил о провале наших команд и вернулся к теме Зенита. Потому что мне кажется, что здесь, безусловно, разочарование. Я бы даже сказал, катастрофа. Потому что, ну, команда второй таймс играла просто отвратительно. Так первый был, не то, чтобы хороший. Перерыв. Зашли игроки. Зашел тренерский штаб. Игроки так, типа, как играют там? 2-0. 2-0. А, Лейпсик, да. Ну, типа, ну, окей. Ну, мы выходим, да, выходим. Даже если проиграем, типа, 0-8, да, там, в Лиссабоне. И я думаю, что было, не то, что они уже не вышли играть, но это же тоже психология. Да. Это, типа, ты, а, ну, блин, ну, все равно уже от нас ничего не зависит. Либо выиграет Лейпсик 2-0, и мы выходим, либо не выиграет. И все, они вышли уже, как бы, мысленно, находясь не на Далуж в Лиссабоне, а вот в этом. Вот на Восьмой. Нет, находясь в Леоне, как там играет Лейпсик с Леоном. Я думаю, в этом причина. Потому что вот с задним умом даже ничья бы устроила Зенит. Даже ничья бы устроила Зенит в таком раскладе. Я вчера смотрел Лейпсик-Леон параллельно, да играл лучше Лейпсик. Лейпсик играл лучше значительно, и даже мог забить третий мяч, если там при 2-2. Там у них был просто чумовый момент. Я к чему говорю, я к тому, что все равно Зенит полагался на параллельный матч, и в этом была одна ошибка. Да, так нельзя играть вообще. Что же полагаться на параллельный матч? В этом причина. Потому что в первом играли тоже, может быть, не вау. Но все равно какое-то было ощущение, что равная игра, борьба, вот сейчас что-то случится, там Азмун, Дзюба. А тебе удар в второй ворот за весь матч. Не, ну, второй тайм, ну, в первом тайме у меня было ощущение более-менее, Бенфик играл поинтереснее, поразнообразнее. Но Зенит играл тоже... Слушай, а вообще, мне кажется, не очень сложно играть разнообразнее Зенит. То есть, вот сколько я смотрю Зенит, если в чемпионате России... Очень понятно футбол, да. Да, все это прокатывает, захидухи на Дзюбу, там какая-то скорость... Дзюба поборется, скинет, да, или Дзюба сам продавит. Да, да. Ничего нового никто не придумал. Вот, и это как раз-таки меняет вину Симаку, что, типа, футбол-то вообще не разнообразный. То есть, вот у Симака сейчас будет с момента старта с марта до мая, там, до июня, да, вот будет тот момент, когда можно будет как-то игру попробовать разнообразить Зенит. Кстати, ты же... Все твои друзья в футболе, Ребал, ты же тоже твой товарищ. Ну, что ты опять начинаешь? Ну, зачем ты это говоришь? Ну, что? Ты пытаешься... Ты пытаешься меня... Я пытаюсь твой статус еще более поднять. Хорошо, давай. Ребал, ты Ребаспортивный директор Зенита. А, да. Серьезные изменения ждут? Да не будет сейчас изменений. Какие изменения? Ну, у них возвращается... Я думаю, что самая вероятная история – это продажа Дриуси. Это реально, потому что у него есть на столе предложение из Майами. Да. Для него, для экрана Витера. Я знаю, что семья Ребал... Ребал, ты... Семья Дриуси хочет в Майами. Семья Ребал тоже хочет в Майами. Кто не хочет в Майами. Нет, ребят, нет таких людей. Те, кто был в Майами, не могут. А в Майами же? Пока нет. Ну, вот вопрос двух-трех недель. Надеюсь. А, замечательно. Тебе очень понравится. Да, спасибо, что оценил так мои перспективы. Он хочет... Зенит не хочет отпускать. Ну, скажем так, разные боссы Зенита по-разному относятся к отъезду Дриуси. То есть часть как бы не против продажи за хорошие более-менее деньги. Плюс там еще краны Витера берут этим. Допом. Да, допом. Поэтому это тоже радует многих. Другая часть как бы сопротивляется ему. А почему мы должны продать? Он еще нам полезен. То есть как бы вопрос решится на комнате видеоретов, когда все соберутся там. Сколько там боссов? Три-четыре скажут. Давайте там условно проголосуем. Я не знаю, как там. Продолжение. Да, решается. Ну, если кого-то продут, значит кого-то возьмут. Ну, то есть наверняка дочь или может быть одно, нет? Я не думаю, что... Я думаю, там, во-первых, а, есть Мальком, который поправится. Есть Кокорин, который возвращается. Ах, Кокорин же, если я не забыл. У них четыре нападающих становятся. Ну. Зенит хотел атакующего полутощитника. Реально хотел. Центрально такого. Ну, они же Лешу хотели. Да, восьмой, десятый номер. Но это, я думаю, что обрело бы более понятный статус, если бы Зенит вышел в плей-офф. Хотя бы Лиги Европы или тем более Лиги Чемпионов. Сказали бы, да, ну, деньги мы заработали, получили там приличные деньги от плей-офф. И давайте мы их инвестируем в игрока. Сейчас покупать зимой, когда, как модно говорить, рынок очень маленький. Да, зимой его нет. Я думаю, что это просто историю отложат с футболистом в линию хавбеков на лето. Хотели зимой, но не вышли в плей-офф. Ни Лиги Европы, ни Лиги Чемпионов. В смысле, я все это делал, как бы не очень. Если Миранчук перешел в Зенит, как бы ты отнесся? У меня очень сугубо негативно. Отвратительно. Миранчук же сам говорил, типа, между Зенитом и Европой я выберу Европу. Нет, зачем? Это же никакого развития. Ты же играешь в том же чемпионате, про себя все равно Володя Рыков подкатывается. Ты не гнул, грубо говоря. Но ты нигде не растешь. Ты ничего нового у тебя не научишь. Ну что, его научат чему-то Семак, даже если он будет научить ему чего-то больше, чем Семин? Конечно, нет. Но ему нужно, я не знаю, Ювентус же, да, интересуется. Смотри, по поводу Ювентуса. Да. По поводу Ювентуса. Твой друг Парадич? У Фабия Парадича, Макс, ну это же даже не смешно. У него есть такая особенность. Он любит все контролировать на рынке. У моей жены тоже есть такая особенность. Поэтому он старается... У тебя на Дорогомиловском он любит. Он старается каждый день держать связь с агентами. Вот он такие встречи, как с агентами Миранчука, которые была, проводит несколько в день. То есть он не только там, типа, как это бывает часто, мы хотим Миранчука, все, все силы бросают на Миранчука. Это как шортлист? Он ведет, типа, 10 таких сделок, параллельно смотрит, решает. Вроде как уже договорился, ну и уже твоя страна, уже как бы думает, а, ну раз с Ювентус мы не будем туда ехать, в какой-нибудь Байер, там, разговаривать. Нас же хочет Юве. И так Фабио разговаривает там с 10-15 игроками. Будет ли Миранчук после матча с Юве второго? Конечно, Миранчук, возможно, поднялся в их голове на второе-третье место. А после матча с Байером опустился. Переговоры есть, но это пока такие в состоянии, ну, как бы, переговоров, но не финишный прямой. Дженар ответил? Ты не дашь мне написать, мне твоя информация спрашивает. Давай, напиши уже, напиши уже, Дженар, и все. Тебя разочаровал чемпионат России в этом сезоне? Слушай, ну, что ты имеешь в виду? Ну, просто многие говорят, что... Это не самый праздник вообще. Ну, раз мы его смотрим и там за кого-то болеем, то... Ну, я смотрел, много матчей Локомотива смотрел. Типа все решено? Ничего, слушай, ничего сверхинтересного там не происходит. Нет, я очень рад, что уже который сезон Лока набирает обороты, а сейчас, знаешь, держит обороты. Чуть-чуть сдал, может быть, но все равно. Это одна из сейчас лучших команд в России, точно. Вот, ну, ничего сверхъестественного не происходит. Все как было, так и есть. То есть, не знаю. Ну, Спартак опять два раза всех обманул. И сам себя. А сейчас, да, а потом 4-1 Ростова, конечно, ну... А смотрел ты этот матч, кстати? Я обзор смотрел. Сумасшествие матч, сумасшествие. Хотелось заплакать, честно говоря. Ты смотрел весь матч? Ну, я, да, был на трибуне, все это видел, но... Все очень плохо. Это, знаешь, как мем, да? Вот это, когда собака сидит в горячем доме. It's ok. Да. И вот этот тренер, этот тренер вот выглядит сейчас так. Ну, а ты сам что думаешь по поводу Спартака? А что, я верил? Как и полстрады. Вы же верили там всех. Я всегда верю. Что значит верил? В ТДСК имеешь в виду? Да. Ну, я бы не то, чтобы сказал прям, чтобы я прям сильно прям верил. Больше, чем в Кононова верил. Это да, можно так сказать. Но ТДСК последние два матча сам проиграл. Ну, то есть, он проиграл последние два матча и Зениту, и Ростову. Проиграл он. Он намудил с тактикой. Намудрил, намудил как угодно. С заменами. А потом после матча со Зенитом он сказал, что там была рука, типа, даже не знаю, что объяснять ребятам, он сказал. Да. Как будто вокруг этого момента вот был весь футбол. Да, мне тоже это немножко не понравилось, потому что я даже как болельщик говорил, что ну, зачем на это вообще обращать внимание. То есть, на эти руки там проиграли реально. Миллион таких вообще бывают происшествий за один футбольный месяц. Слова Карпина оказались пророческими. То есть, когда играли на Кубок и на пресс-конференции после игры, он сказал, что если бы мы играли основой, мы бы сейчас хлопнули этот Спартак. Помнишь, когда вышли на замену шумуродов и там чуть-чуть не переломили? Вот так оно и случилось, собственно. И те люди, которые смеялись, да, над Карпином, я еще как собачка, да, которая в машине? Которые смеялись над Карпином в тот момент, вот могут сейчас посмеяться над Спартаком. То есть, реально, без шансов. Ну, вот это был связь директоров на неделе. И, по-моему, было официально в Каменике. Такое модное слово есть, да. Я, кстати, уже давно еще слышал. Ну, лет 10 назад. Ну, ты просто сразу, видно, крутишься в серьезных структурах башни. Где говорят Каменике? Потому что только там говорят Каменике? Не, ну, так и знаешь, официальный. У нас в редакции разнообразное издание, спортивное слово Каменике такое. Ну, неважно. Не самое популярное. Да, не самое популярное. Так вот, было сообщение о том, что все отлично. Состав у Камениктова. Я тебе говорю, это как мем с собакой. Когда дом горит, она сидит и все, и it's ok. На твой взгляд, так и есть? Ну, а что может быть хорошо? Не знаю, если брать промежуток от, ну, начиная с того момента, когда пришел Цорн, и распродали всю старую команду, пришла новая, новые игроки. А почему-то меня охреначило, когда я написал в телеграм-канале, когда было увольнение Конно. Хреначило, возможно, я сделал замечание. Я написал сообщение, что, типа, неудачная трассверная кампания, за которой отвечает, в том числе, генеральный директор. Не только тренер, а генеральный. Он такой, да ты чё? Да ты чё? Супер трассверная кампания. Погоди, я не супер трассверная кампания. Выдающаяся. Я говорю, слушай. Вообще, ты сейчас опять преувеличиваешь. Все твои слова нужно разделить на три. Я говорю, стоять. Ты чё вообще? Я просто безобидно написал, что неудачная, ну, как бы, не самая удачная церковь. Просто валить в этой ситуации над Цорной не очень правильно. Никто не валит. Потому что человек пришел, и ему сказали, друг, нужно сделать вот так и вот так. Мы сейчас продадим всех наших лидеров, и нужно набрать кого-то нового. Лидеров продали, набрали новых. Возможно, да, в кого-то не попали. Даже, наверное, в большинство игроков не попали. Пока не попали. Слушай, пока не попали. Ну, потому, может, сейчас с новым тренером пройдут сборы, может быть, что-то изменится, может быть, кто-то заиграет. В современном мире всё-то херня. Понимаешь, есть сегодня и сейчас. Вот как бы это надо понять. Я понимаю, что в идеальном мире, я тебя поддерживаю, что нужны сборы, нужен сезон другой. Но ты не можешь вот так всё время думать о завтра, работая в «Партаке». Это невозможно. Я ему говорил, что у тебя нету этого времени. Я ему говорю, что у тебя есть только сегодня. Я ему эти же слова и говорил. Да, он говорит, ну вот, старик, давай сейчас посмотрим. У нас тут очень много изменений. Даже берём пример суперуспешного клуба последних лет в своём чемпионате «Ювентус». Пришёл Сари, один матч приграл, вот Лацо, уже всё, уже начинается. Надо его снимать. Он уже всё, нигде его в футбол, его нет в футболе. Поругался с Криштианом. Уже один матч проиграл. Один матч за четвёртый месяц идёт. Всё, ну такова большая команда, хочешь, не хочешь. А он работает тоже три месяца. Он тоже пришёл не два года назад. То есть это, к сожалению, это или Зидан. Когда только первое поражение, всё, его уже снимают. У меня нет гарантии, например, что летом и ЦОРН, и вместе с ТДСК не пойдут куда-нибудь, там, в другое место работать. Пойдут, я думаю, что пойдут. В другое место? Думаю, что да. Честно, мне ТДСК, я уже говорил, очень импонирует. Я вот вижу в нём такого тренера неравнодушного, который, ко всему прочему, Спартак рассматривает не только как работу, где он получает каждый месяц зарплату, но и как возможность себя проявить и через какое-то время получить интересное предложение в Европе. Шарки, Шарки, да, он тренером? Да, Шарки. Вот он против Паула Чиггер. Да, 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 и обыграл. Да, я буду. И мне реально он симпатичен. Вот прям как видно, что тренер, который рвётся наверх, хочет с Спартаком добиться успеха. Но я вижу, что, к сожалению, я не знаю, почему. Я, честно, матч с Ростовом не смотрел. Я был в командировке в Голландии, записывал интервью с Лениным Слуцким. Но, конечно, шокирующий результат. Просто шокирующий. Можно проиграть 1-2, можно проиграть там 0-2, но 1-4, причём же пенальти не было, завидуясь, не ошибаюсь. А ты обзор тоже не смотрел? Обзор смотрел, но... Как этого Татарина? Якиамсев, как его зовут? Бахтиер Зинудинов. Нет, нет. Казахстан. Умиаров. Умиаров, да, Умиаров. Ты, который рука, который привёз? Два гола привёз, который, да. Который... Ну, да, привёз, да. Но потому что... Это друг Макса, не обижай, пожалуйста. Я же ничего, я просто сказал, факт. Просто даже можно было проиграть, и даже проиграть там, да даже 4-1, чёрт с ним, ну просто они реально играли так, что Бахтиер Зинудинов, блядь, смотрелся как Криштиану Сучи и Роналду, блядь. Я тебе говорю, ну это было... Ну, я сидел на стадионе, у меня кровь из глаз. Шла кровь из глаз. Это, возможно, был там самый плохой матч Спартака. Мне, чёрт его знает, за очень долгое время. Прям вот реально за очень долгое время. Вот в чём. А вроде как это же будет наоборот. Да, да. То, что уже там несколько недель, несколько месяцев работает ТДСК, ну не знаю. Окей, давайте послушаем Цорна и подождём весны. Мы, кстати, на Спорт24 делаем интервью с Цорном скоро, прямо на этой неделе. Да, ладно. Так что... Ну, может, ты у него спросишь? Я так расхидался. Ты делаешь? Ну-ка, а кто делает? А кто делает? Он же не идёт к тебе на инсайдера. Слушай, ну это его право. Видимо, он боится ко мне идти, раз не идёт. Ну... А к тебе боится, правильно? Ну, правильно. Ну, это причина, да? Ты, конечно... Он готов, он готов просто к твоим простым вопросам. Наверное, да? А, ну, к твоим... Это шутка, Томас, я жду, я жду. Всё плохо. У Спартака всё плохо. У Зерита плохо. Вот мы и подошли к теме. У Спартака плохо. У командира плохо. Хорошо, вот мы говорили. У Тамбова. У Тамбова хорошо. Дальше реально же хорошо у Тамбова. Они что-то же... Вот мы и подошли к теме, которую вчера Андрей Аршавин затронул, что во всём виновата осень-весна. Весна-осень. Нужно перейти назад на новую систему. Потому что нет подпитки из второй лиги. Что вообще? Какая подпитка из второй лиги? Для кого? Говорил он в контексте «Зенита» особенно. Ну, и сегодня это... Не, ну, Машка, ты просто... Понимаешь, у тебя как-то мозг соображает по-особенному. Он же не имел этот прямой путь из второй лиги в «Зенит». Так нет, он сказал эту фразу, что у нас наши ведущие клубы не имеют подпитки из второй лиги. Что? Не, ну, слушай, ну, в своё время, допустим, можно привести пример Жиркова, который, по-моему, в второй лиге поднялся... В поспортах Томбов. Да. В ЦСКА. Поднялся в ЦСКА. Были такие случаи. Просто, мне кажется, Андрей говорил немножко о другом, о том, что футбол – это не только топ-8 клубов или топ-10 клубов российских, это как бы целая пирамида. Топ-8, это кто? Топ-10, это кто? А вот это кто? Нет, ну, есть там... Оренбург там есть? Нет, ну, есть... Кто существует хотя бы каждый год существует? А-а-а-а. И который делает трансферы с европейскими командами, ищет игроков там на Западе, в Сербии, там, в Африке, неважно. Он говорил о том, что вот нужна такая пирамида. Просто, мне кажется, здесь немножко проблема не только в системе осень-весна или весна-осень, здесь проблема в другом, что у нас футбол вот во втором дивизионе, он просто никому нахер не нужен. Это что, ФНЛ вы имеете? ПФЛ. А, ПФЛ. То есть, он глобально не нужен никому, и поэтому там играя осень-весна и весна-осень, там, я думаю, что ничего кардинально не изменится. Вообще не изменится. Поэтому, на мой взгляд, тут надо скорее, ну, то есть, тут надо скорее пытаться как-то выровнять условия там. То есть, сделать так, чтобы в маленьком городе, условно, в Луховицах, где была команда, ну, это условно тоже. Да, чтобы в Луховицах или где еще была команда, которую можно было бы содержать, какие-то адекватные деньги, у которой была мотивация играть. Я понимаю, что, наверное, весна-осень играть удобнее этим командам, но мне кажется, что это не является главной проблемой. Главной проблемой является отсутствие денег, да, отсутствие возможности... Частных денег. Частных денег играть в этом проблема, на мой взгляд. А то, что Андрей прав, что, конечно, чем больше играют футбол, клубов, тем больше там играют футболистов, тем вероятнее, что кто-то из этих футболистов... Больше будет появляться и приходить наверх. Это понятно. Это логично. И здесь я полностью поддерживаю Андрея. Осень-весна в этом проблема или весна-осень, я не уверен, что только в этом заключается проблема, на мой взгляд. Потому что сейчас какой декабрь Сейчас можно провести Послезавтра тур РП Ну вот Чертанов уже Когда-то кто-то вложил в это денег Это же район Москвы Кто-то же когда-то поверил Понятно, что сначала меньше, потом больше Сейчас они достаточно хорошие результаты показывают В прошлом году они же чуть в премьер-лигу не вышли У Чертанова Самое крутое, что есть у Чертанова Это Вектор Чертанова понимает, что они воспитывают игроков И этих игроков продают Зарабатывают на этом теньке, начинают зарабатывать потихонечку У Чертанова просто появилась Своя философия Она давно возникла Ты о ней узнал год назад Я помню, когда мы еще Начинали ходить нашей Группой в Чертанова играть В Дырдыр Максим тогда делал первые успехи на футбольном поле Вот это новость Что делать успехи Тогда я еще познакомился С Николаем Варином И он тогда уже что-то планировал Рассказывал Это было 10 лет назад И думаю, окей Он хочет из школы сделать футбольную команду Но у него был свой план Он умел общаться с руководством Не знаю, города Спорткомитет И так далее Ему его поддержали Он убедил, что это надо Полезно И вот спустя 10 лет Или там 8 лет Пошли первые успехи Это процесс не сиюминутный У них была своя стратегия Они ее реализовали Вот и все Я думаю, что если в каждом городе Будет своя стратегия Будет свой план развития То может быть там тоже через 10 лет появится Ну были же инвестиции тоже изначально Это же не просто Он сказал Так, давайте все в футбол играть Нет, ну может он спор помог Понятно Я говорю, ну вот если бы тот же Какой-то областной администрации Тем же Луховицам же помогла Тоже бы это было бы лучше Да, но там, во-первых Поменяется там мэр Вот так и случилось Поменяется мэр И все Вот так и случилось Я, пожалуй, закончу Так и случилось После самого удачного сезона В истории Спартака Луховицы Когда дошли до 1-32 Кубка России И проиграли Рубину Чуть-чуть не выиграли Чуть-чуть не сыграли в ничью дома Там и все было хорошо Сразу же на следующий год Команда не стала Ну это сейчас Пришел новый мэр Собственно В этом причина Ну а то, что Я не знаю Если не будет ни одной команды Весенней части Еврокубков Это, конечно, будет Когда такое последний раз было? Я не помню По-моему Тогда, когда было очень мало команд От России вообще в Европе представлено Нет? Я думаю, это даже скорее Может быть Начало двухтысячных Или конец девяностых Ну в 98-м году Что только Спартак выступал А, нет Там же еще В 98-м году В полуфинала Кубка Кубка UEFA был Это В Локомотиве ты выигрываешь? Да В 97-м Ты же тогда борелся в Локомотив Лацу Когда Джанаша Всех удивил, что он так умеет Да Это 97-й, по-моему Нет? 98-й? 98-й Ну неважно А Марат там был Да Марат был в 2000-х Нет, там тоже он был Не было Не было? В 15 лет Да не было По-моему Он возле первого года рождения Или 82-го даже Да не важно В 98-м году 16 лет, что ли? А это я слышал Я его все время встречаю На Большой Грузинской Он там из магазина идет А мой друг Какого? Там недалеко Там коньячный есть магазин. Ну, вот, наверное, может быть, да. Да нет. Хотя он был в Армении, там коньяк популярен. А друг мой постоянно встречает его в какой-то кальяной на Алексеевской. Что-то разные концы. Да, разные концы, но он постоянно и там, и там. Что делает он? Большая грузинская. И потом он решил не разорвать это все футболом. В пюнике же его. Пюник. Пюник. Пенюк. Пюник, да. Пюник, пюник. Но я не играл там. Большая грузинская, ты где-то раньше был? Нет. Большая татарская. Пюник, это он не сыграл там этого матча. Ну, я вот числился, что там. Да, был там. Это правда, это правда. Ну, в общем, пожелаем Диме удачи, потому что он сейчас наш коллега практически. И, возможно, будущий тренер. Если он решит пойти по этому пути, пока он решил заняться, скажем так, медиа. Да, у него неплохо получается. Дима, удачи. Удачи, Дима, удачи. Удачи? Ты ему сообщение пишешь? Дима, где это кальянное? Видимо, очень хорошая кальянная. Давай еще один клуб обсудим, который стал, как говорят, хедлайнером на этой неделе. Это ЦСКА. Да. Потому что ЦСКА... И, кстати, Гончаренко получил очередной бан. На следующий год уже, да. Да. Там была рука в Ари? А черт его знает, Нобель. Что за черт его знает? Ну, разные повторы по-разному. Вот я смотрю один повтор, кажется, что была. Смотрю другой повтор, кажется, что не было. Непонятно. Нет хорошего повтора. А мне кажется, там была рука. Тебе кажется, что была рука. Это говорит о том, что Матч ТВ, блядь, не может показать нам нормальный повтор. Послушай, я считаю, что проблема не в ВАР, как в системе. Хотя она, конечно же, во всем мире вызывает вопросы. И в той же Англии, и в той же Италии. И даже Чиферин выступает против. Тут проблема, к сожалению, еще и в квалификации арбитров. На мой взгляд. И это большая проблема. Нет, то, что Казацев творил, как бы... Это большая проблема, на мой взгляд. И вот надо об этом говорить. Так, у нас, по-моему, Синита. Такая резкая комедия. Все, Синита, да? Ну, судя по всему, да. Мне кажется, вообще, чем... Вот последнее расскажу. Чем больше камер стало в футболе, ребята, тем стало сложнее в него играть. Тем больше обсуждений. Вот раньше было, вот с этого повтора, он тебе говорит, здесь нет руки. С того повтора. Да нахер кому это надо? Вот ездить, но это же не хоккей. Понимаете? Тут же мяч же видно. И поэтому, чем больше камер, тем менее интересно. Нужно меньше камер, короче. На этом и закончим. Я не знаю, ты не за это отвечаешь. Я за это отвечаю. Я за это. Пиши письмо Чиферину или Инфантино. Я всем все написал уже номер. Все, подписывайтесь на наш подкаст, Спорт24, Ютубы, Яндекс.Музыки, Апл.Музыки. Все, пока. 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 Продолжение следует...